Этого дня журналисты Тувы всегда ждут с нетерпением. Конкурс Агальд Миталитова – перо единственной профессиональной в республике. И с каждым годом его престиж растет. Количество работ, отправленных на конкурс в этом году, выросло почти вдвое. Определить победителей, по словам жюри, было не так-то просто. Сложно оценивать, но помогало то, что мы работали не вместе, а каждый оценивал индивидуально работу участников, выставляли оценки, и потом уже эти оценки суммировались. Между нами не было споров, но я считаю, что по количеству баллов, выставленных за работы, жюри были единогласными. Кроме того, в этом году впервые работа на туинском языке оценивала отдельное жюри. Это было сделано специально. Управление Союза журналистов Республики Тува приняло к вниманию обращение всех членов Союза журналистов, которые работают в изданиях на туинском языке. Дело в том, что несколько лет назад работы на туинском языке переводились. При переводе очень часто вот эта изюминка, вся душа, которую вкладывал автор, терялась. В этом году расширилась и география конкурса. Свои работы отправляли коллеги, в том числе из Красноярского края. Они одержали победу. Второе место в специальной номинации гостеприимной Тува получили журналисты Ольга Максюшина и Татьяна Мишневская. Мы приезжаем в Туву с 2006 года. Каждый год снимаем. Снимаем не только у Стухуре, а вообще про Туву. В этом году я снимала очень много, я фотографировала. То есть это уже не как тележурналист, а как фотограф, как всегда я фотографирую для себя. И тут нафотографировала на Устухуре всего, что только можно. И все сказали, давай, давай. Ну в общем, у меня не было целенаправленной съемки для участия. Я снимала для себя. Отметили на конкурсе нашу компанию. Главный редактор радиостанции «Голос Азии» Ольга Возовикова получила диплом за передачу Тува в годы Велика Отечественной подвиг Михаила Бухтуева. Работа была проделана колоссально. То есть бывало, что мы оставались за полночь для того, чтобы почистить каждую шероховатость, выправить каждый голос. Много работали именно над озвучиванием каждой партии, потому что сама программа выполнена в форме радиоспектаклей. Когда мы сложили это все, вот каждый пазл этой программы, мы поняли, что не зря все-таки и за полночь работали, не зря все это было, потому что работа получилась очень эмоциональной. Кроме того, радио «Голос Азии» получила грант главы республики в размере 150 тысяч рублей на реализацию проекта «Тувинская народная республика. Все для общей победы». Абсолютными победителями в конкурсе «Агальмитолитовое перо-2016» стали Дарья Хамушку за телепрограмму на тувинском языке. Пришел праздник «Шага» и на русском языке «Время жить» Кармелой Давид «Стрела любви», а также Галина Маспекос. За опубликованный в газете «Центр Азии» блестящий мемуарный очерк «О небо все равно синее». О журналистской судьбе, непреодолении всех жизненных невзгод. Человек огромной силы духа и преданности профессии. Ветеран газет «ШИН» Иванын Анаехтар, член Союза журналистов с 2001 года. Второе место разделили Александр Мангош и Мерген Намдара. На третьем месте Константин Куцевалов. На тувинском языке второе место получила работа Альберта Алденола. А третье место завоевала работа Саяна Намай. Диплом с работы на тувинском языке получила Надежда Иргеп. В специальной номинации укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений первое место взяла работа Лидия Иргит. Второе место у Галины Черкашиной. Дипломы получили Юлия Манчинол, Виталий Кузнецов, Хинчи Карамангош и Чинчи Кулар. В спецноминации «Гостеприимная Тува» первое место получила Алден Матюлюш. Медаль Всероссийского конкурса «Патриот России» получил член правления Союза журналистов Тувы Надежда Антуфьева, а лучшего фотомастера Тувы Владимира Цивиных наградили медалью за заслуги перед городом Козылым. Также в кругу коллег в региональный Союз журналистов приняли еще 8 человек. На церемонии они получили удостоверение. Конкурс же о галентолитово перо на этом этапе не заканчивается. Работы победителей без предварительного отбора войдут в шорт-лист межрегионального конкурса «Сибирь. Территория Надеж-2017». Анастасия Маслова, Яна Юн, телекомпания «Новый век».